К нам на канал прислали фотографии зарослей амброзии, растущей на кладбище с западом вблизи многоэтажек. Съемочная группа ТСВ отправилась в рейд по городу в поисках аллергенного сорняка. Репортаж Владлены Донковцевой. Мы проехали лишь несколько улиц частного сектора. Вблизи околицы и дамбы ехали медленно. Из окна возле заборов домов были видны только кусты шерицы и лебеды. Амброзии нигде не видно. Вот эту территорию мы снимали два года назад вместе с экологической милицией. И я лично снимала этот сюжет и помню, что амброзии тут было действительно много. Сейчас, как видите, все почистили. Думала, все-таки приеду и будет что-то, что показать, но нет. Хорошо, что убрали. Жители частного сектора говорят, искать и показывать тут нечего. Амброзии у них нет. Себе дороже оставлять ее на участке или рядом с домом. У вас как на территории? Растет, не растет? Убирается? Не растет. И у соседей тоже все спокойно? Все спокойно. То есть в этом году нет такого, чтобы амброзия росла? Нету, нету, нету. Проезжаем чуть дальше, ближе к дамбе. Там, на поле, обычно растет амброзия. Нашли мы вот такой островок амброзии между дамбой на околице и жилым сектором. Амброзия еще пока не цветет, но через пару дней, когда появятся цветки, она будет распространять свою пульцу на протяжении пяти километров. Здесь есть землепользователь. Значит, косить амброзию должен он. Если владельца участка найдут, ему будет непросто уйти от ответственности. Но розыск требует времени и сил. Проще дела обстоят с парками. Туда постоянно выезжают рейды госнадзора, да и зона проходная. Люди сами позвонят и сообщат о вредоносном сорняке. Как результат, в парке Победы мы не встретили ни одного куста амброзии. Вот такие кадры зарослей амброзии на новом западном кладбище гуляли по соцсетям. По горячим следам поехали и туда. Амброзия на кладбище действительно есть. Высота ее с человеческий рост. Амброзии на кладбище очень много. Большинство кустов растет вдоль дороги, вдоль обочин. Мы прошлись к могилкам, посмотрели, что там. Там амброзии почти нет. Люди все-таки приходят, убирают. Мы позвонили в управление городского хозяйства узнать, когда скосят амброзию на западном кладбище. Там нам сказали, что про полуметровую амброзию уже знают. Видели фотографию в паблике ТСВ. Дали заявку спецзеленстрою. Через неделю амброзию вдоль обочины на западном кладбище покосят. Обработают гербицидом. Скосить постараются до цветения. Рядом с кладбищем, буквально через 100 метров, многоэтажки. Если не покосить, вся пыльца полетит в сторону домов. Прямо на балконы аллергиков. А вот амброзия, рассказали нам, растущая возле могил, это уже зона ответственности родственников покойника. По оценке специалистов, пик цветения амброзии начнется уже на следующей неделе и продлится до сентября. Тем, кто впервые попадет под влияние сорняка, могут выписать лишь капли в нос, в глаза, антигистамины и таблетки. Для нашего региона аллерген к пыльце амброзии на первом месте. И в этот период всегда много обращений по этому поводу. Есть и пациенты, которые обращаются первично, которые симптомы почувствовали впервые. И, конечно, много пациентов, которые чувствуют эти симптомы из года в год, потому что аллерген к пыльце амброзии не относится к тем аллергенам, которые куда-то перерастаются и исчезают. Аллергологи рекомендуют начинать профилактику аллергии еще в марте-апреле. Есть даже специальный препарат с микродозой амброзии в составе. Первую таблетку нужно выпить под присмотром врача. Дальше, если все хорошо, пить лекарства придется каждый день, каждый год, с весны до осени. Тогда сезон амброзии перенести будет намного проще. Есть вероятность, что после приема таких таблеток аллергия исчезнет на несколько лет. Владлен Донковцева, Александр Чебан, ТСВ.